приветствую всех 2838 сборка игровой системный блок в корпусе z-gaming ms3 в черном исполнении спереди у нас такая панель с эффектом этой бумаги корпус формата micro atx но при этом по габаритам выглядит как будто корпус от и x но габариты набраны за счет отступа вверх плюс у нас он стоит на довольно-таки высоких ножках корпус в общем такой довольно-таки большой корпус формата micro atx широкий корпус сюда можно поместить и систему водяного охлаждения отступа вот эти вот как раз для этого рассчитан по ширине он на вентиляторы 140 миллиметров соответственно можно сюда поставить систему любую воздушного охлаждения процессора на 5 на 6 на 7 трубок обычно не довольно таки габаритные в обычный корпус они помещаются судан по месяца хотя корпус опять же микро tx сверху есть два посадочных места под вентилятор 120 либо 140 миллиметров usb 3 0 usb 2 0 кнопочки у нас тут soft touch ну и фишка этих корпусов наряду с м с четвертым корпусом это дверца дверца из закаленного стекла здесь есть такие вот магнитики она как натуральная дверца открывается причем видно что у корпуса сверху металл прикрывает сверху и спереди прикрывает стекло то есть скол у нас будет исключены если что-то тяжелое сверху упадет то стекло у нас выдержит нос из посмотреть на зазора то видно что качество сборки здесь очень хорошая вообще за гейминге радует одни из моих любимых корпусов очень хорошо всегда сделано ну и принципе сейчас по цене от низкого что как-то очень дорого все стоит системник у нас построен на базе процессора intel core i3 10 100 of 4 ядра 8 потоков на 1151 сокете это был вообще топовый процессор назывался он a7 7 700 и сейчас через поколение он уже называется ай 3 бывшая 7 8 700 стала и пятым но а и 9 9 900 превратился в 7 10 700 ну и плюс есть вариации с приставками кей довольно-таки мощный процессор базовая частота у него высокая 3 6 гигагерц в turbo boost и до 4 3 герца он разгоняется но так как он теплопакет укладывается спокойно и при базовой частоте 3600 мегагерц в принципе хватает вот этого оригинального интеловского кулера производства foxconn который у нас будет охлаждать и c питания процессора данном случае плата у нас с таким вот исполнением здесь будет охлаждаться и чипсет радиатор чипсета находится в аккурат рядом с вентилятором и будет охлаждаться оперативная память но так процессор не греется твой вентилятор у нас особо реветь не будет без приставки кей процессоры довольно таки жестко ограничены 65 ваттами было бы материнская плата породистая на z чипсете можно было бы рассчитывать на другой boost velocity boost тогда когда у нас power limit отпускает процессор вверх и частота в turbo boost держится подольше но опять же для 4 ядерного для 6 ядерного процессора не так это важно поэтому даже при долговременной нагрузке turbo boost у нас на максимальных частотах держится довольно таки долго но вот случае с седьмым и девятым конечно такие материнские платы использовать не стоит потому что ограничение 65 ватт заставляет процессор работать всегда на базовых низких частотах и turbo boost работает буквально доли секунды и потом частоты сбрасываются материнская плата у нас на h470 чипсете в данном случае материнская плата на со сроках 470 м hdv 6 воспитания на плате в отличие от 410 либо b 460 платах подобных там где 5 воспитания здесь уже 6 нет никаких дополнительных плюшек у этой платы 2 слота под память 4 слота 4 порта сата соответственно все накопитель у нас будут сат интерфейсом здесь классическая схема ssd 120 гигабайт dexp m6 и жесткий диск на 500 гигабайт vd-шка синяя жесткий плюс ssd все игрушки надо будет ставить на жесткий диск ssd у нас чисто для системы для программ h470 b460 h410 чипсета гнать не процессор не оперативку не могут это у нас не а мд райзен где даже бюджетные чипсета могут разгонять оперативку здесь будет частота памяти зависит от типа установленного процессора а и 3 и 5 это частота 2666 максимальная а и 7 и 9 2 933 только z 490 чипсет может гнать память выше ну а если разгонять процессор то нужен помимо за чипсета еще и кашный процесс ну кашный процессор это совсем другие процессы вроде бы одно и то же но по факту поверлимит у них на 125 ватт и те платы которые чаще все используется для кашных процессоров еще и обладает вторым этим бустом velocity boost когда поверлимит можно не особо то и ограничивать ну к примеру 7 может до 300 ватт скушать если поставить сюда какую-нибудь систему охлаждения на жидком азоте чтобы до 90 градусов процессор не грелся и до 300 ватт а 7 10 700 который такой же 65 ваттный будет потреблять отличие от 410 чипсета не так уж и много как и 460 в данном случае у нас присутствует рейд контроллер на борту и у этого чипсета есть возможность работать четырьмя планками памяти в двухканале в данном случае настолько два слота под память две планки по 32 гигабайта можно всегда поставить до 64 гигабайт плата поддерживает но так по факту 2 по 8 2 по 16 особо больше то и не используется планка у нас стоит одна потому что я думаю что в будущем захотят захотите поставить до 16 гигабайт оперативки 8 гигабайт это на данный момент уже временное решение в памяти сданки хитрая фирма а м.д. radeon r7 и у этой памяти базовая частота 2666 мегагерц причем на 16 таймингах при напряжении 1 и 2 вольта и вот здесь кроется такой вот момент что эта память зачастую не подходит не на какие другие материнские платы кроме как на 1200 сокет слишком вкусная память слишком быстрая на слишком хорошие тайминги при напряжении 1 и 2 на платформе amd просто тупо не стартует и все чтоб 16 тайминге получить зачастую память профильная используется то есть где-то в базе на 2133 в в разгоне она может быть на 2666 работать но при повышенном напряжении 135 вольт а здесь вот при стандартных характеристиках напряжение тайминги слишком хорошие а так в остальном очень шустрая быстрая память amd radeon и работает сейчас на максимальной частоте который позволяет наш оплату процессором видеокарты geforce gtx 1650 на gd 6 памяти полит версия gaming pro два вентилятора реализован фан-стоп хотя карта 65 ватт на у нас здесь появилась до питания немножко разгрузит нам разъем 24 пиновый в плане производительности она один в один как radeon rx 570 либо geforce gtx 1060 но при этом обладает ddr 6 память из 4 гигабайта блок питания на 600 ватт in win power man которого хватит на видюхи и выше уровнем уровня 1660 2060 никаких проблем с подключением не будет ну и добавили мы сюда такую синюю подсветку светодиодную ленту и вентилятор на выдув с rgb подсветкой все современные игрушки на таком системе спокойно будут идти видюха будет позволять в будущем можно спокойно компьютеры проапгрейдить поставить любой процессор без приставки кей никаких ограничений здесь не будет хоть это будет а и 5 хотя и 7 но корпус позволит в принципе в будущем на протяжении многих лет системник апгрейдить пожалуйста хоть топовые машинки в таких корпусах собирается по деньгам машинку у нас получилось 50 тысяч 800 рублей хороший добротный игровой системный блок полноценный системный блок ничего здесь докупать не нужно все здесь есть разве что в будущем модернизировать но опять же если требуется 8 гигов и 16 гигов сильно раньше отличались плане комфорта когда были жесткие диски не было ssd накопители когда появились ssd накопители это не прямо так важно как допустим получить хорошую видеокарту сразу но видеокарта здесь наверно единственное что стоит покупать из новых видюх 1660 даст прирост 15 процентов при этом будет стоить от 50 тысяч это стоит 25 800 почувствуйте разницу но видюхи который стоит чуть дешевле gtx 1050 ti слабее то видишь примерно на 30 35 процентов поэтому это самое наверное сейчас на данный момент оптимальная новая видеокарта которая в принципе лет так на 5 на самом деле на full hd разрешение будет хватать чтобы игрушки шли на высоких настройках графики либо если в крайний случай как они топовая игрушка на средних